Работа над очередным альманахом, мы помним, шла почти целый год. Идея его создания предложила почетный житель Красногорского района Мария Ефимовна Кузнецова-Коваль. И благодаря поддержке инициативной группы сегодня сборник воспоминаний детей войны нашел своих первых читателей. Работали, конечно, мы выходных вообще никогда не было. И всю войну даже и слов об этом не было. А работали день и ночь. Ну, у нас так. Тракторные бригады и трактористы в основном были девушки молодые. Работали по 12 часов, это так, с 6 утра до 6 вечера. Это одна смена. А вторая смена с 6 вечера до 6 утра. Все не только пахали, но и сеяли с фонарями, сеяли ночью. В 42 рассказах этого издания его герои, дети Великой Отечественной войны, постарались рассказать о том, что они увидели и пережили сами. О тяжелых рабочих буднях, смертельных опасностях, о мужестве и стойкости своих близких. Для них очень важно успеть сказать правду о войне. Для нынешнего поколения не менее важно их услышать. Мы знаем о том, что фашизм начинает поднимать голову. Мы знаем о том, что люди, которые противостояли этому фашизму, сегодня очень тяжело воспринимают все эти события. Особенно показала 71-я годовщина победы на Украине. Мы все смотрим телевидение, мы все видим, что там происходит. Поэтому вот такие воспоминания сегодня просто необходимы. И дети должны знать. Они должны знать правду о войне. Некоторые из героев альманаха участвовали в презентации. В их числе Юрий Васильевич Воронцов. Военное детство он провел в деревне Назарьево Шаховского района. Даже сегодня, по прошествии многих лет, он вспоминает время войны и оккупации с дрожью в голосе и слезами на глазах. Пахали, как ни странно, не на лошадях, потому что их не было. Их забрали все в армию. На быках, которые откуда-то прислали. Это упрямые животные, которые еле-еле тянуло, а потом могут лечь в борозду и ее долго поднимать. Мы, пацаны, что могли носить, носили обеды в поле ко своим матерям. Какие там обеды? Все было очень скудно. Нужно отметить, что большую помощь в издании «Альманаха» ветеранам оказала администрация городского поселения Красногорск, а также руководство крупных районных предприятий КМЗ, Бецема и КНАУФ. Представители ветеранской организации надеются и на дальнейшую поддержку, ведь впереди еще много творческих планов. К примеру, уже идет большая работа по созданию книги об участниках Великой Отечественной войны, в создании которой Совет ветеранов призывает принять участие всех жителей Красногорского района. Максим Мельников, Михаил Петухов, Вячеслав Блажев, КРТВ